10 марта в здании администрации городского округа состоялось первое заседание муниципального проектного офиса, в состав которого вошли все члены управленческой команды, проходящих обучение в Сколково, заместители главы администрации, представители молодежного объединения города, общественные организации ветеранов войны и труда, общественные палаты города и средств массовой информации. Открыл заседание глава администрации Борис Беляев. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами открываем муниципальный проектный офис по разработке и реализации приоритетной программы комплексного развития моногорода Кумертау. Не буду говорить о том, что мы являемся территорией опережающей социально-экономическое развитие, мы об этом уже много говорили. Сегодня нам нужно будет уже систематизировать нашу работу и уверенно двигаться вперед по развитию нашей экономики. На пилотном заседании проектного офиса приняла участие заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан Татьяна Штоль. Всем присутствующим она озвучила цели создания рабочей группы. Целью создания данной рабочей группы является организация планирования и контроля проектной деятельности по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения на территории монопрофильных муниципальных образований Республики Башкортостан. Основная же цель программы – создание новых рабочих мест. В городе их число должно составить около двух тысяч. На первом же заседании члены рабочей группы рассмотрели уже первые проекты. Сегодня мы рассмотрели один проект – это привлечение резидентов ТОР в город Кумертау. Дело в том, что немногие инвесторы знают о тех особенностях и преференциях, которые ждут их при исполнении инвест-проекта на территории нашего города. И два подпроекта – это о продаже инвесторам часть имущественного комплекса «Муплокомотив» и ООО «Кумап». Первое заседание муниципального проектного офиса завершилось, а цели на следующее собрание уже поставлены. На следующее заседание рабочей группы мы попробуем решить проблему, связанную с дефицитом электроэнергии в северной части нашего города. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев. Новости.